СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМ Взрывы в Москве и в Волгодонске наложили свои отпечатки на хоккей. В частности, на матче «Металлург-Магнитогорск-Кристалл-Электросталь». В Ледовом дворце спорта имени Ивана Рамазана были предприняты дополнительные меры безопасности. Болельщики к ним отнеслись спокойно и с пониманием. Неожиданностью же стал гол в наши ворота, который гости из «Электростали» забили уже на четвертой минуте матча. На одну шайбу «Кристалла» магнитогорцы ответили жестко. В начале «Гамаляка», затем «Карпов» и «Гусманов» подвели итог первого периода – 3-1. Сразу после перерыва новобранец «Металлурга» Максим Бец сделает счет 4-1. К середине второго периода ситуация резко меняется. Кипер «Металлурга» Борис Тартунов в течение одной минуты допустил две непростительные ошибки и как результат 4-3. Развязка матча наступила в конце последней трети. Братья Корешковы лишний раз напомнили о своих претензиях на звание лучших бомбардиров – 6-3 в пользу «Металлурга». В домашней встрече с «Самуром» магнитогорцы продолжили победную серию игр, которую уже в следующем матче прервала Тольятинская лада. При таких погодных условиях закономерно крушение самарского самолета – 3-2. Начало матча между «Металлургом» и «Омским авангардом» не предвещало для магнитогорцев ничего хорошего. Одна из контратак «Авангарда» закончилась взятием ворот Тартунова. Отличился Андрей Самохвалов. Но уже в следующей атаке «Металлурга» Алексей Степанов восстанавливает равновесие в матче 1-1. После перерыва «Авангард» вновь вырывается вперед, но, как и в первой 20-ти минутке, магнитогорцы быстро сравнивают счет 2-2. На этом неприятности у «Амичи» не закончились. Через полторы минуты Евгений Корешков с передачи своего брата Александра выводит «Металлург» вперед. А в начале третьего периода он же удваивает преимущество «Металлурга» 4-2. После чего игра у «Авангарда» совсем расклеилась. И как результат пятая шайба хозяев в исполнении Степанова. Напоследок «Метчам» все же удалось хлопнуть дверью, но не больше. 5-3. По первому периоду, наверное, можно сказать, что мы немножко так присматривались к Омску, потому что давно не видели команду. А уже второй период определили, где у них слабые места. В общем-то ребята проявили очень хороший характер. Именно бойцовский, который команда должна играть. Вот этот хоккей, вот такой жесткий мужской хоккей. И проявили характер. Я думаю, что по праву мы сегодня выиграем. Свою восьмую победу в чемпионате наша команда держала над земляками из Челябинска 3-0. После чего «Металлурги» пустили на переплавку две торпеды из Ярославля и Нижнего Новгорода. На сегодняшний день «Магнитогорский Металлург» является лидером национального первенства. Параллельно чемпионату России магнитогорские хоккеисты ведут борьбу за кубок «Сильверстоун». На этот раз в Евролиге принимают участие 16 команд, в том числе две из России – «Металлург» и «Динамо». Сейчас идут групповые отборочные турниры. В одну группу с магнитогорцами попали чешский «Словнат», австрийский «Гераклит» и словацкий «Слован». Первой игрой с чехами «Металлург» еще раз продемонстрировал свои амбициозные намерения занять высшую ступеньку в табеле о рангах среди европейских команд в этом сезоне. Первый матч в Евролиге для магнитогорских хоккеистов начался весьма благоприятно. Евгений Корешков на заглядение чешских защитников показал филигранную технику владения шайбой 1-0. К неудовольствию местных болельщиков уже через полторы минуты гости сравняли счет. Но магнитогорцы продолжали атаковать и гол новобранца «Металлурга» Максима Беца подводит итог первого периода – 2-1. После перерыва игра выровнялась. На шайбу Олега Микульчика чехи ответили голом Яны Падова. Обычно мы, как мне кажется, второй период играем не очень удачно, так как много удалений во втором периоде. И, как вы сами понимаете, в меньшинстве очень трудно играть, оброняться все время. То есть нам соперник не дал шанса атаковать во втором периоде. Пришлось оброняться. Все решилось в последние 20 минутки. Вначале Сергей Гомоляка находит брешь в воротах чешского кипера. А затем Алексей Степанов окончательно лишает словно шансов на победу. 5-2. Выполнили установку тренера сегодня. И матч удался. Не сказать, что легкая победа, но в нашу пользу. Сейчас потихонечку набираем обороты. И я считаю, что команда начинает играть в свою игру. Будем думать, что дальше лучше. Так что будем считать, что сезон должен удастся. Удастся. Вслед за чехами клюшки сложили австрийцы. 6-3. Метаург оказался на голову выше Гераклита. На сегодняшний день магнитаковский Метаург возглавляет группу А, набрав 6 очков. Такое же количество очков и у словацких хоккеистов. 19 октября в игре между Метаургом и Слованом станет ясно, кто будет единоличным лидером группы. Вот и все о хоккее. От клюшек и шайб переходим к мячам и корзинам. Баскетбол. Сегодня я не буду рассказывать о всех перипетиях начавшегося чемпионата Суперлиги. Об этом вы узнаете из специального проекта Магнитогорской государственной телерадиокомпании «Большой баскетбол», который выйдет в эфир на следующей неделе, 22 октября. А сейчас анонс будущей программы. 22 октября в пятницу в программе «Большой баскетбол» подробно о том, как готовились баскетболисты Кредо-университета к новому сезону. Все зависит от того, кто кем усилится. Мы решили вот этим путем не идти, никого со стороны больше не приглашать, а только за счет того, что свои игроки должны показать более качественную игру. Вот, наверное, расчет. А что покажет этот расчет? Покажет чемпионат. Рассказ о первом турнире памяти Константина Матвейчука. Генеральная репетиция перед чемпионатом. До первой игры еще время есть. Мы все так тактически подумаем, и все нормально, думаю, вылететь будем. Удачно. А также обзор стартовых матчей Кредо-университета с Шахтером, Уралгрейтом, Скауралом и Сахой. Команда, я считаю, подготовилась прилично. То есть на уровне сильных команд нашего дивизиона. Ну, то есть подошла к чемпионату в форме, в принципе, в хорошей. Кстати, еще не поздно разместить рекламу в большом баскетболе. Контактный телефон программы 22-43-12. Все зависит от спортсмена, как он настроится, так и пойдет игра. Сам собой, конечно, тоже восхищайся. Константин Косматов, ну что о нем говорить, он всегда есть Константин Косматов. Когда поймал кураж, ты просто чувствуешь, когда мяч идет в кольцо. Чисто по себе, считаю, конечно, да, трешку приятнее забить. Отрабатывать надо от звонка до звонка ежесекундно. Мы настраиваемся на победу. Если у хоккеистов и баскетболистов сезон только начался, то у футболистов он завершается. При этом у магнитогорского металлурга Метизника все еще остаются шансы попасть в первую пятерку команд 2-го дивизиона Уральской зоны. Главной особенностью заканчивающегося чемпионата можно смело назвать большое число команд равных по силе. Так называемые середняки. Сейчас они примерно с одинаковым количеством очков расположились в центре турнирной таблицы. И борьба между ними за окончательное распределение мест будет вестись до самого последнего тура. На сегодняшний день верхняя часть таблицы выглядит следующим образом. Закончился чемпионат лишь для двух команд. Новотроицкой Носты и Нижнекамского Нефтехимика. Они уже обеспечили себе первое и второе место соответственно. Остается открытым вопрос кто займет третью строчку. И наконец 6 команд для которых каждое очко на вес золота. Садовик, Уралис, Уралмаш, Уравас, Динамо и магнитогорский металлург Метизник. Конец сезона и можно уже говорить об каких-то итогах этого сезона. Как вообще оцениваете игру своей команды в этом сезоне? Да такова судьба тренера. Он живет вот одним матчем. Пока итоги, ну, наверное, подведем после 16 октября. Заключительные аккорды чемпионата наши футболисты сыграли, как говорится, в мажоре. В последних двух домашних матчах металлург Метизник одержал убедительную победу над газовиком из Оренбурга 2-0. И сыграл в ничью с Новотроицкой Ностой, лидером 2-го дивизиона. Как говорят в таких случаях, ничья была равносильна победе. Хотя утереть нос Ности магнитогорцы могли запросто. Особого значения для гостей этот матч не имел. Для наших же футболистов, которые все еще не теряют шансов подняться на несколько строчек выше в турнирной таблице, каждая игра на счету. Точки над И были расставлены уже в первом тайме. Радостное оживление болельщиков вызвал гол нашего капитана Андрея Филонова на 13-й минуте. Не успели металлурги порадоваться такому стечению обстоятельств, как Носто восстановил равновесие в матче 1-1. После перерыва ни металлург Метизник, ни Носто не стали испытывать судьбу. Все закончилось лишь несколькими острыми, но безрезультативными атаками у ворот обеих команд. В итоге ничья 1-1. Такой вот счет как бы сложился из-за того, что в общем-то металлург неплохо сегодня сыграл, или все-таки лидеры устали чемпионата, на ваш взгляд? Ну, наверное, и то, и другое. Действительно, матч не рядовой. Носто обеспечил себе первое место в нашей зоне. Ну и сегодня вздохнуло спокойно, без преследователей уже осталось. А так у них 18 человек в составе дали возможность поиграть резервным, но который еще сильнее может быть даже стартового состава. Играли сегодня с желанием, компромиссов никаких не было. Приехали они только выигрывать, потому что у них переходная игра с Новокузнецком в конце октября. Расслабляться не собирается. И бились они здесь до конца. Тем более, этот тренер работал вторым тренером в МИАСе. Ну, а знарок Валерий Петрович, тренер МИАСа, попросил, чтобы магнитки не сдавали. Неохота быть третьей командой в области. Ну, а для нас матч действительно последний в сезоне на своем поле. Обычно они всегда удачно складываются. Неохота уходить под зиму с поражением. Ну, и болельщикам хотелось показать, что разница не такая уж большая между лидерами Новотроицка. Он флагман. Действительно, за последние 7 лет вы первые места только завоевываете. Борется за эти места. Ну, и что мы? Тоже не лаком шуты. Сейчас МИАС находится на восьмом месте. И, в общем-то, очень плотная группа в середине таблицы. Каковы шансы у нашей команды подняться как минимум на три места выше? Все возможно в этой борьбе. Действительно, группа из 11 команд на голову выше аутсайдеров. И сейчас разыгрывается место с четвертого по девятое. Можно оказаться и там, и там. Поэтому значение было этого матча высоко. Ну, теперь выездные игры, где соперники наши брали по шесть даже очков. Тобольс, правда, разыгрался в последних играх. Но есть полный желанием удачно это турне завершить и подняться выше прошлогоднего места. Как будете настраивать команду и как настроение у ребят? Ну, особо настраивать не надо. Долгих с декабря начали тренировки. Все понимают, что конец делу венец. Я думаю, что ребята выложатся в этой поездке все полностью. Если поразмышлять, если на выезде мы возьмем все сто, как говорится, процентов, что ждет Магнитогорскими торгмитизниками? Ну, мы шаг идем. Будем где-то на шестом-седьмом местах, наверное. Все-таки это тоже прогресс по сравнению с прошлым годом. Спасибо и удачи. Черт. И в заключении программы о зимних видах спорта. Как вы понимаете, вот эта вот осенняя идиллия рано или поздно закончится и наступит зима. К ней мы только готовимся, а семеро магнитогорских выжников на днях, наоборот, вернулись из зимы в нашу осень. Международные массовые выжные марафоны приобрели сегодня огромную популярность. 14 из них официально включены в мировой спортивный календарь. А участникам хотя бы 8 марафонных стартов присуждается титул международного мастера марафона. Правда, в том случае, если спортсмен выходит на лыжню на двух разных континентах. А потому после Австрии, Италии и Финляндии путь магнитогорских марафонцев лежит в Австралию, своеобразную терра-инкогнито лыжного спорта. Ежегодно в австралийском национальном парке Виктория, местечке Фалли-Крик, проводится полуторатысячный лыжный марафон. Конечно, немного, если учесть, что в Швеции на дистанцию выходит 18 тысяч человек. После 30 километров дистанции лучший из магнитогорцев Ингалин Сибаев занял 21 место. В первой сотне все наши взрослые участники. А 11-летняя капитан нашей команды Саша Строганова стала 166. И это, напомним, из полутора тысяч стартовавших. В ближайших планах магнитогорцев участие в лыжном марафоне во Франции. Итак, это все главные спортивные события с сентября, о которых мы хотели рассказать сегодня. Следующий выпуск «Спортивной панорамы» выйдет в ноябре. С вами был Алексей Кудрявцев. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok